Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». Сегодня мы снова приехали в гости к семье Кивачицких. Здравствуйте, Мария! О полезных свойствах тыквы мы уже рассказывали нашим телезрителям, но мне бы хотелось сегодня поговорить о том, насколько полезен этот овощ. Снова дать эту информацию, эту пищу для ума нашим телезрителям. Ну и, конечно, я знаю, что вы не стоите на месте, постоянно с Виталием экспериментируете, разрабатываете новые рецепты. Можно сказать, так что вытягиваете все полезное из тыквы и даете это, ну, в первую очередь, конечно же, своей семье своим детям, ну и всем вокруг. А сегодня нам. Делитесь, делитесь секретами! Делимся с превеликой радостью, потому что тыква – это один из немногих продуктов, который сохраняет все свои полезные свойства вплоть до следующего сезона. Вот пока не вырастет молоденькая тыква летом, старая тыква лежит и сохраняет все, что может для будущих поколений. Ну вот смотри, сейчас февраль, и у нас огромное количество тыквы разное, и она в отличной форме. Кстати, я знаю, что среди моих знакомых, друзей очень много тех, кто действительно выращивает этот овощ, и когда встает вопрос осенью, а что же с ним делать, они не знают. Просто нравится, как он выглядит на даче, на грядках, такой яркий, оранжевый, и его много. Вот что можно сделать с тыквой? Это к нам. То есть вопрос приведения тыквы в тот вид, в котором можно употребить – это к нам. Потому что как раз ситуация, когда зимой дачные запасы лежат в большом количестве, и неизвестно, что с ними сделать, все уже приготовлено. Делаем самое простое и максимально полезное. Сейчас, когда за окном холодно, пасмурно, трудно проснуться утром, очень важно себя подзарядить. И мы сегодня приготовим витаминный утренний коктейль из тыквы и воды. Как его правильно пить? Есть ли какие-то тоже советы, натощак, не натощак, перед едой, после еды? Да, для максимального эффекта его, конечно, стоит пить натощак, минут за 15-20 до еды. И чем он полезен, что, собственно, приносит этот коктейль в наш организм? Это потрясающая чистка от шлаков, как все любят сейчас модно говорить. То есть готовиться начинаем к лету уже сейчас. Конечно, готовься не летом, это как раз наш случай. Тыква помогает нам приготовиться к лету, избавиться от лишних нежелательных продуктов организма. И он своей яркостью, бодростью и свежим вкусом, вот вкус овощи с грядки. Представляете, зимой, когда все консервированное, пластиковое и совершенно несъедобное, тыква напоминает нам о том чудесном летнем времени. Если говорить о детях, как они воспринимают этот коктейль? Любят ли твои дочери? Нравится ли Ане и Оле тыквенный витаминный коктейль? Конечно, мы семья, поэтому все, что мы делаем, мы проверяем на себе, на детях, чтобы потом честно говорить со спокойной душой, что все проверено совершенно живых людях. И результат нам нравится. Итак, что мы делаем? Мы берем тыкву, желательно брать тыкву, это очень важный момент, такую, которую вам будет приятно, приятен запах. Это очень важный момент, потому что если вы возьмете тыкву кормовых сортов, которых очень много, например, зеленую, зеленый кожурой я имею ввиду, которых много на даче, в сыром виде она несколько технического плана, то есть она пахнет не ароматно, а вот как будто ее надо как-то термообработать. Вот такая тыква, к сожалению, не подойдет для коктейля, мы ее применим в других продуктах, в других блюдах. Нам подойдет тыква-батернат, она очень сладкая. Это вот такая? Это вот такая, совершенно, она прекрасно хранится, она очень твердая, плотная. Вкусно пахнет. И сладкая, что нам, конечно, тоже на руку. Ну и что, наверное, очень любят дети? Конечно, сладенькая, вкусная, свеженькая. Это нам понадобится. Кроме тыквы нам понадобится сырая вода. И больше ничего? Больше ничего. То есть ни сахара, ни лимона, никаких добавок, ни других овощей, фруктов. Тыква в чистом виде. Базовый коктейль состоит из сырой тыквы и сырой воды. Дальше можно фантазировать. Добавить сырого яблока, добавить сухофруктов, добавить овсяных хлопьев и все взбить, в зависимости от того, что вы хотите. Но поскольку у нас задача подготовка себя к лету, выведение шлагов, очищение крови, то мы уповаем на тыкву. Как мы режем тыкву? Давайте помогу. Любыми произвольными кусочками, подходящими для блендера. Чуть меньше. Примерно какие пропорции тыквы и воды? Одинаковые. Для одного человека достаточно 100 грамм тыквы и 100 миллилитров воды. Можно еще крупнее. Сейчас зима, конечно же. Всем не хватает витаминов. Наш иммунитет ослаблен. Тыква поможет все-таки как-то укрепить и дожить до солнца, дожить до лета и пережить эти слякотные холодные деньки. Конечно. Тыква, как те овощи, которые крепко держат свою оборону, не сдаются, не вянут, не прорастают, не теряют свойств, она сохраняет. Все полезные свойства она сохраняет до следующего сезона. Поэтому тыква нам главная помощница. Маш, тыкву мы порезали, отправляем ее в блендер? Да. И добавляем воды. Хорошо, наверное. Ну что, раз, два, три витаминный коктейль подари. Подари. Поехали? Поехали. Ну что, так быстро? Наш витаминный коктейль готов? Все. По утру, когда нужно бежать на работу, нам не время разводить долгие процедуры кулинарных экспериментов. Наш коктейль готов. Я, кстати, знаю, что иногда дети, когда слышат, что что-то сделано из тыквы, они сразу говорят, не-не-не-не, мама, не хочу, даже пробовать не буду. Может быть, это тот самый случай, когда стоит сказать, милая, апельсиновый фреш готов. Совершенно верно. Ну хотя бы, хотя бы для первого раза, чтобы изначально не отталкивать ребенка от этого напитка. Более того, если добавить сюда прям дольку апельсина буквально, получится именно апельсиновый фреш, потому что тыква прекрасная основа, база для любого вкуса. И апельсин сообщает ей как раз этот самый апельсиновый вкус. А если мы добавляем туда апельсин, мы оставляем цедру или все-таки только добавляем мякоть? Мы любим цедру, поскольку именно она дает запах, и немножко горчинка цитрусовая нас не отталкивает, поэтому можно полностью использовать. Ну что, давай скорее пробовать наш витаминный коктейль. Будем заряжать свой организм витаминами. Заряжаемся витаминами. Пробуем. Нет, правда, очень вкусно и очень, вот, как ты вначале наша программа сказала, освежающий. Когда ты уже соскучился по этим свежим запахам, вкусам, такого, даже огуречным, мне кажется, если сюда добавить, то будет тоже прекрасно. Даже аромат травы есть. То есть такого всего свежего луга, огорода, сада, лета. Если мы выпиваем, как ты уже сказала, этот витаминный коктейль натощак, через какой промежуток времени следует садиться уже за основной завтрак? Минут 15-20. И совершенно спокойно любой завтрак, который вы предпочитаете. Что важно происходит? Через неделю-две применения этого коктейля формируется новая вкусовая привычка. И после такой вкуснятины, свежей, сырой натощак, не хочется есть какие-нибудь жареные сосиски, например, или селедочки, что-нибудь такое. А тем самым мы делаем свой организм здоровее. Примерно в течение одной-двух недель нужно регулярно, каждое утро, выпивать по стакану витаминного коктейля, тыквенного коктейля. И тогда это залог того, что организм будет очищен. Конечно, это курс на бодрость, на здоровье, на очищение крови. Через какое время его стоит повторять? Или можно, в принципе, нет никаких ограничений, можно тыкву в сыром виде пить и есть в любое время? В любое время можно без ограничений. Просто минимальный курс две недели, оптимально месяц, дальше по желанию. Спасибо, Мария, за рецепт витаминного коктейля. Надеюсь, наши телезрители с сегодняшнего дня изменили свои вкусовые привычки и начнут больше заботиться о своем здоровье. Всем здоровья! Вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин